Да, мир разделён на две, а то уже может быть на три части, не забывайте о роли Китая, который внимательно наблюдает за всем происходящим, это наша объективная реальность через пару лет. Что касается выборов в Штатах, я хочу дать ему по морде, я хочу сломать ему челюсть. Слова великого актёра Роберта Де Ниро для меня была квинтэссенцией этих выборов. Человек, который, казалось бы, дожив до тех седин, заявляет такое, и этот ролик крутит все каналы телевидения, это квинтэссенция того, что происходило. Медиа делает революцию, медиа делает... Если не изменяет память, Роберта Де Ниро уже успел перекраситься, как украинские политики, и решили всё-таки нового резервного президента не ломать на всякий случай. А потом уже перекрасилось или нет? Все перекрасились, это нормально, это абсолютно естественно, это свойственно. Мы не будем сейчас опускаться именно до этих шуток. А если серьёзно, хочу сказать следующее. Первое. А кто читал программу Трампа? А что там написано? Там реально экономические предложения по обустройству Америки, по созданию рабочих мест, о переводе всего того, что делается в том же самом Китае и обратно на территорию Штатов. И теперь мы задаем вопрос, почему же за него проголосовали. Да и естественно, почему он дал путь, что нужно делать дальше. Естественно. Дальше. А кто читал книги Трампа, которые за время своего, так сказать, бизнеса... Я знаю, вы читали. Я читал, я могу сказать один тезис. Я прошу прощения, если ты держишь своего оппонента за причинное место, не хочу по-другому сказать, то значит ты знаешь его мысли, ты знаешь, о чём он думает, и ты точно его победишь. И самое главное, третье. А спросите, пожалуйста, о чём мы так на него накинулись? Это что, у Трампа есть фабрика в России? Это что, Трамп заявлял, что я буду сбивать каждый российский... Не Трамп заявлял, что я буду сбивать каждый российский самолёт, который приблизится на опасное расстояние к истребителю ВВС США? Или это не Трамп заявлял о том, что я уважаю выбор любого народа, который избирает себе любого своего лидера? Значит, каждый народ достоин своего лидера. И поэтому я хочу закончить только одними словами. Я вернусь со Соединённых Штатов Америки воодушевлённый, потому что на самом деле избрание Трампа – это колоссальный шанс для Украины. Мы развеялись от тех иллюзий, которые были, безусловно, у всего украинского истеблишмента. И самое главное, я хочу закончить одними словами. Let's make Ukraine great. Это то, что мы должны понять. Вместе с коалицией, вместе с оппозицией, вместе с обычным простым народом, которым доказал, что народовласть и народ является, согласно Конституции Украины, единственным источником власти в своей стране. Это то, что произойдёт у нас очень скоро.